всем привет меня зовут Юля и это мой канал о вязании сегодня я решила выделить в отдельное видео мастер-класс по вязанию вот такой горловины почему решила выделить в отдельный мастер-класс потому что я думаю что многие из вас я не исключение очень часто использую такую горловину для большинства своих вязаных изделий и поэтому думаю что для удобства нужно показать вам в отдельном видео как я обычно вижу вот такие горловины это горловина двойная она получается достаточно эластичной что самое главное что вот внутренняя ниточка вот это не тянет всю горловину не стягивает ее и в то же время горловина отлично держит форму конечно же все зависит от того какой формы она вам нужна именно для этого реглана мне нужно было вот такая более горловина как лодочкой можно так сказать но вы можете регулировать саму вот форму горловины количеством набранных петель и чак поэтому сегодня показываю как я делаю вижу обычно вот такую горловину это будет часть моего мастер-класса по вязанию самого вот такого реглана я вывязываю нужно мне длину горловины набираю петли стандартным способом соединяю две части вместе и провязываю следующим образом смотрим какого у меня идет рисунок вы можете этот способ применить к любой резинке какая у вас есть даже гладкому полотно у меня резинка один на один и здесь у меня лицевая петля здесь я смотрю поскольку здесь это уже идет изнанка я выбираю изнаночную петлю подхватываю вот эту ниточку из косички которая набиралась с которой я набирала петли одеваю на левую спицу и провязываю тем узором которая у меня соответствует дальние данной петле и подтягиваю дальше у меня идет изнаночная петля здесь я ищу вот лицевая косичка лицевую петлю я подхватываю и снова одеваю на левую спицу дальше я провязываю обе петли тем рисунком который соответствует данной под основной петельке еще раз покажу левая вот у меня петля это у меня изнаночная сторона значит у меня лицевая должна соответствовать изнаночной стороне я подхватываю одну сторону вот этой косички одеваю на левую спицу чтобы соединилась две стороны горловины и провязываю лицевой вот дальше у меня изнаночная значит здесь у нас соответствует лицевой петле вот эту поднимаю одеваю на левую спицу и провязываю обе петли вместе изнаночными когда мы довязали весь ряд соединили обе половинки горловины у нас получается вот такая красивая горловина ровненько с изнаночной стороны это выглядит все вот таким образом и самое главное она достаточно эластичная пружинит и хорошо держит форму все и дальше можно переходить уже к следующему этапу вязания а 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